Продолжаем держать в курсе всего, что происходит не только в Украине, а и в Российской Федерации, и далеко за, так сказать, бугром. Также следующую тему, которую мы хотим посвятить, следующий информационный блок, это касательно Рамзана Кадырова. Очень интересный персонаж, в свою очередь также его прозвали ТикТок-воином, и у него есть в распоряжении также его ТикТок-воины. Так вот, за время, пока кадыровцы участвуют в войне против Украины, в сети появилось огромное количество видео с бойцами главы Чечни. На одном бесстрашные кадыровцы борются против светофора, на другом с гаражом, на еще одном делают очередную постановку, якобы борются с националистами из Азова. И, опять же, повторюсь, их прозвали ТикТок-войсками, которые работают больше всего на камеру. Ну и с начала российского вторжения было много разговоров о том, что кадыровским подразделениям непосредственно поручены важные задачи на Киевском, а затем Мариупольском направлениях. Если верить социальным сетям, то и сам Рамзан Кадыров временами появлялся то якобы где-то за 7 километров от Киева, то якобы на заправке Роснефть в Мариуполе, которой там никогда и не было. Такие новости, видимо, были призваны запугать украинское общество и повлиять на боевой дух. И также это делалось для того, чтобы распространить для внутрироссийского рынка информацию о том, что якобы Рамзан Кадыров и его ТикТок-войска бесстрашны и борются, и идут освобождать, по факту, освобожденный Мариуполь, который до российского вторжения жил мирно и был, по факту, экономическим символом нашей страны. Ну что ж, далее давайте двигаться. Рамзану Кадырову кажется важным заработать бонусы на теме войны, особенно очки лояльности перед Путиным. Военные эксперты в один голос утверждают, что Кадыров просто пиарится на крови. И каждое его заявление, да по факту, обычный пиар. Как для внутреннего рынка Российской Федерации, я имею в виду человеческий ресурс, так непосредственно и пиар перед Кремлем. Также напомню, что сеть переполнена роликами, на которых кадыровцы сражаются с ассостафором, гаражной дверью или пустым полупозрачным домом. Вероятно, поэтому в самой Украине их начали прозвать ТикТок-войсками. Журналисты неоднократно опровергали заявление и самого Кадырова. Кстати, вот сейчас вы на своих экранах видите одни из тех кадров, где кадыровцы публикуют видео якобы борьбы с бандеровцами-националистами. А по факту вы видите, куда он стреляет. Он стреляет в обычные ворота, в обычный забор, в светофоры и просто в окна. Хотя сами понимаете, что из пулемета физически стрелять так в никуда, ну это с военной точки зрения не очень логично. Давайте далее. Двигаться, пока Кадыров пиарится на крови украинцев, меняется внутренняя динамика власти в Грозном после начала войны в Украине. Такую мысль выразил аналитик по конфликтам, национализму и безопасности на Северном Кавказе Карольд Чемберс. Он пишет, что чем дальше тянется эта война, тем больше выходят на поверхность подробностей и хитросплетения устойчивости власти в Чечне. Внутренние иерархии в республике строятся вокруг главы Чечни и его семьи, внутри его семьи. Это идет речь о Кадыровых, Делимхановых и Дадудовых. Сейчас эти кланы пользуются ситуацией для укрепления собственного влияния и передачи власти к новому поколению членов каждого из них. Делимхановы – это родственники Кадыровых, а Дадудовы очень близки к клану Кадырова. Эта тройка семей имеет огромную власть и влияние внутри Чеченской республики. По факту для них управлять территорией – это по факту бизнес. Ну и далее давайте двигаться. Дети Кадырова получили важные функции в ходе войны, в ходе военного конфликта в Украине. Его старшие сыновья в буквальном смысле вышли на передний план. Они появляются на массовых митингах, делают громкие заявления, стоят на видных местах позади отца. Адам – это его сын, которому 14 лет, публично заявил, что готов отправиться воевать в Украину. И самый младший сын Кадырова принял участие в съемках недавнего пропагандистского клипа для детей. Также эти выступления важны, поскольку демонстрируют, что Рамзан Кадыров начинает выстраивать публичный образ своих сыновей. Возможно, в будущем их будет устанавливать своими приемниками. Это подготовительный этап перед тем, как назначить одного из своих сыновей приемником. Также об этом сказал и так считает Гарольд Чембельс. Старшему сыну Ахмату исполнится 18 лет в конце 2023 года. К тому времени он войдет в правительство, вероятно, заняв должность в какой-то из ветвей службы безопасности, как и его старшие двоюродные братья. Ну а дочери Кадырова занимают высокие посты чиновников. Такая динамика внутри чеченской администрации свидетельствует о переходе Рамзана Кадырова к новому периоду своего правления. По факту, это та же ситуация, как и внутри самой Российской Федерации. Там также выстраивается так называемый клан из своих родственников, надежных давних друзей. И по факту, я не знаю, можно ли это сказать, что так узурпируется власть. Но делается все для того, чтобы у власти быть вечно. Ну и далее, давайте посмотрим следующий материал, как очистить Чечню от кадыровского влияния. И что будет в Чечне после эпохи путинского правления в России. В этом и не только разбирался мой коллега Сакинай Мурзаев в интервью непосредственно с чеченским политическим и государственным деятелем, личным врагом Рамзана Кадырова, председателем правительства Ичкерии в изгнании Ахметом Закаевым. Давайте его услышим. Знаете, я вас могу заверить, как и как светские человеки, просто как чеченец. Сегодня нам, всему миру, необходимо провести депутинизацию России. Депутинизацию России. И я вас уверяю, после этого процесса декадыризация Чечни нам обойдется 3-4 дня. Это абсолютно взаимосвязанные явления. Путин и Кадыров – это просто зло, но которое нераздельно. Они только вместе представляют это зло. Я имею в виду Кадырова. Путин сам по себе, у него есть большие возможности влияния, но Путин как Кадырова, чтобы быть тем, кто он является сегодня, необходим Путин. Если не будет Путина, не будет Кадырова. И поэтому такой проблемы, чтобы победить Кадырова в Чечне, у нас такой проблемы нет. У нас проблема, наша проблема – это как нам сегодня привлечь к ответственности Путина за те злодеяния, которые он совершает и совершил. А что Кадырова мы привлечем к ответственности, у меня нет никаких сомнений. И для этого нам не надо будет проливать кровь или вести какую-то кровавую войну в Чечне. Ближайшее его окружение после того, как не станет Путина, этого Кадырова сдадут. Просто его односельчане, которые сегодня заявляют и громко поддерживают его, они же точат на него зуб, они понимают, что он делает. Они понимают, откуда он вырос и кто он такой. И во что он сегодня превратился. И давайте эту тему вместе обсуждать и будем анализировать вместе с нашим следующим гостем. Это главный консультант отдела внешней политики Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований. С нами на связи Виталий Ермоленко. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время присоединиться к эфиру. Ну, помогите разобраться, пожалуйста. Мы тут и преемника видели, и, ну, точнее, нам кажется, что это уже дальше делается так, вот со стороны Рамзана Кадырова, чтобы его детей, сыновей непосредственно готовить преемниками. Также идет речь о том, что, возможно, планируется узурпация власти. Вот как вы считаете, что сейчас, какая сейчас выстраивается политика у Кадырова и какая цель его дальнейших действий? Ну, нужно понять, ну, считаю, что нужно понять одну вещь по поводу, скажем, этих процессов. Они вполне зависят, скажем, от нынешней войны в Украине. И, в принципе, вот в последние годы происходит своего рода смена поколений руководства республики. И на смену вот поколения, которое пережило две чеченские компании, которые было вынуждено взять в руки оружие, сначала на стороне, скажем, той чечни, которая воевала против России, а потом частично или по стороне российских силовиков во вторую кампанию. Это поколение уже сменяется другим поколениям, которые, в принципе, мало знают, что о войне или знают о войне других компаний, которые Россия ведет на других театрах военных действий. Поэтому, во-первых, важно, чтобы вот эту традицию, которая сложилась за последние почти 20 лет, и эта политическая культура, которая сложилась за последние 20 лет в республике, чтобы она продолжалась. Поэтому, в принципе, посты, одни из ключевых постов занимают, в общем-то, близкие к правящим кругам люди, то есть дети или близкие родственники руководства республики. А с другой стороны, собственно, тоже преслеживается вот эта тенденция, которая была еще до 24 февраля. Вот эти материалы в ряде средств массовой информации по поводу истории с преследованием некоторых активистов. среди которых, собственно, это история с братьями Ангулбаевыми. С другой стороны, в принципе, мы видим, что нынешнее руководство республики, оно тоже на уровне федеральном, то есть пытается продемонстрировать свою лояльность, скажем, федеральному центру. Это вы имеете в виду лояльность перед Путиным или что вы имеете в виду? Перед какому центру? Перед каким центром? Да, конечно. Вот, Виталий, если вот взять все-таки Кадырова как в рамках войны в Украине непосредственно, какую роль он тут отыгрывает и зачем он нужен в этой войне? Говорит о том, что не хватает российских военных? Или тут уже больше политическая игра? Ну, с одной стороны, нынешнее руководство республики через участие своих силовых подразделений пытается, как я уже говорил, показать лояльность к руководству России, ну, собственно, взамен на признание сохранения статуса КВО в республике. Собственно, мы видим, с одной стороны, глава республики Рамзан Кадыров 7 апреля получил впервые за 13 лет очередное генеральское звание генерала-лейтенанта, ну, что, в принципе, выглядит вполне значимым таким продвижением. Ну, и с другой стороны, это оправдание получения вот тех дотаций региону, которые, в принципе, очень важны для республики. Сам глава республики около двух месяцев назад, в принципе, подчеркнул, насколько важны эти дотации. Это было около 300 миллиардов российских рублей, по крайней мере, за 2021 год. Вот это тоже позиционирование Чечни и чеченских элит на федеральном уровне, как, в общем-то, вот этой пехоты Путина, оно важно для имиджа самой республики, особенно на фоне, скажем, разного рода информационных шумов, которые играли своего рода негативную какую-то роль для имиджа Чечни. С другой стороны, тоже, скажем, вот имидж этих подразделений, которые принимают участие в боевых действиях в Украине. В принципе, та же новая газета приписывала неоднократно, причастность этих подразделений к историям с пытками в самой республике или преследованиями активистов за пределами республики в других частях России. Виталий, расскажите, пожалуйста, о финансировании Кадыровым войны в Украине. Непосредственно как, куда эти деньги идут и откуда они берутся? Ну, как я уже говорил, то есть Чечня, Чеченская республика, по большому счету, вот это дотационный регион, и деньги, которые насчитываются с федерального центра, они по большому счету очень важны. Вот поэтому, скорее всего, возможности распределения вот этих федеральных бюджетов, который начисляется республике и потом передается для функционирования и тех же частей, которые берут участие в компании, и, скажем, финансирование разного рода фондов, селектор, это региональный фонд Кадырова. Ну, скажем, это важные части и построение имиджа руководства республики, а с другой стороны, скажем, возможность укрепления собственной легитимности в рамках республики. Легитимности лично Рамзана Кадырова. Услышали, спасибо вам большое, что нашли время присоединиться к эфиру. Виталий Армоленко, главный консультант Центра внешнеполитических исследований, был с нами на прямой связи. Я также хочу добавить короткой информации, что вот коротко, как Кадыров финансирует войну в Украине. С помощью фонда Кадыров передал бронированные машины так называемым ЛНР и ДНР. Кадыров объявил о вознаграждениях за так называемые боевые успехи в Украине. Выделяет кучу денег на то, чтобы выплачивать за убитых украинцев, убитую, подбитую военную технику и так далее. И тут речь идет не о десятках, а о сотнях тысячах долларов. Ну и также наряду с российскими военными бесчинствами в нашей стране устраивают и выходцы из Чечни. Тикток войска, так их уже прозвали, это войска Кадырова, уже успели назвать бойцов Рамзана Кадырова в Украине. В частности, благодаря видеороликам, которые выкладывает глава республики в своем телеграм-канале. Ведь большая часть из них – ничто иное, как постановка. Подробнее об участии чеченских бойцов в войне против Украины и о том, почему они снимают такие видео и какой посыл основной они хотят этим дать. Давайте далее посмотрим в нашем сюжете. Освободить Луганск и Донецк – первостепенная задача. А после нужно забрать Киев и другие украинские города. Такой план озвучил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Кроме того, он предлагает нанести тактический ядерный удар по определенным точкам в Украине. У нас цель не забрать города. У нас цель уничтожить этих бандеровцев, нациков и шайтанов. Точных данных о том, сколько кадыровцев воюют на стороне РФ в Украине, нет. Среди них много добровольцев. Слухи об их жестокости ходят по всей республике. Но среди отправленных в Украину есть и те, кого заставили пойти на войну. За отказ грозят расправой над родственниками, сообщает издание «Кавказ Реалии». Сам же Кадыров неоднократно заявлял, его бойцы воюют в горячих точках в Украине и публикуют соответствующие ролики в соцсетях. Например, о том, как чеченцы готовятся к наступлению в Мариуполе, якобы отбивают атаки украинских военнослужащих и раздают гуманитарку. Однако многие видео – просто постановки, считают эксперты. В Херсонской области они выполняли функцию чуть ли не заградотрядов. То есть они шли за российскими частями или за какими-то частями, скажем так, подгоняя их к бою. Тоже в Донецком регионе, когда они выполняют не боевую функцию, а функцию надзора за своими. В принципе, они же Росгвардия. Это не боевое подразделение. В Херсонской области их использовали на блокпостах. Наверное, в каких-то отдельных операциях, где они не проявляли никакого интереса идти в бой. По данным экспертов, кадыровцы занимаются самопиаром, не больше. Ведь самому главе Чечни как никогда нужно зарабатывать так называемую популярность в России, чтобы занять место под солнцем, когда начнется борьба за власть. Эти кадыровцы сидят и боятся выйти. Наши держат какой-то объект, например, а те просто ждут, что придут другие воинские части и начнут их освобождать. На блокпостах ведут они себя ужасно, пристают к женщинам. Мы можем точно сказать, что пиар Кадырова для самого Кадырова в соединении с Росгвардией чеченцев чрезвычайно важен. И он его педалирует. И, очевидно, имеет среди этих тикток воинов определенные группы пиар-сопровождения. Однако есть и другая группа чеченцев. Они воюют в Украине против РФ. Так, ранее чеченский политик в изгнании Адам Осмаев заявил, что кадыровцы – предатели марионетки России, в то время как настоящие чеченцы стоят на стороне Украины уже 8 лет. Настоящие чеченцы сегодня защищают Украину, в том числе в составе батальона имени Джохара Дудаева и в других подразделениях. Мы воевали и будем воевать за Украину до конца, разом до перемоги. А кадыровцы – это такие же предатели чеченского народа. Осмаев командует добровольческим батальоном имени Джохара Дудаева. Его бойцы с 2014 года воюют на Донбассе против России. Ранее Адам Осмаев заявлял, что Рамзан Кадыров посылает на войну всех, кого может, в том числе людей с инвалидностью, а также тех, кто чем-то не угодил официальной чеченской власти. По данным «Кавказ Реалии», на утро 14 апреля с начала полномасштабной войны в Украине погибли не менее 324 военнослужащих из регионов Северного Кавказа и Юга России. Почти треть из них – уроженцы Дагестана. Юлия Грановская из Ивано-Франковска. Специально для информационного марафона «Фридом» телеканала Юэй.